Уважаю наших спасателей, чтобы мы смогли облачиться в спецодежде. Форма газоспасателей – это специальные изолирующие костюмы, надеть которые без профессиональной сноровки просто невозможно. Сотрудники службы помогают ребятам облачиться в тяжелые герметичные комбинезоны и подключают баллоны с воздухом. Именно в таком виде команды сегодня будут проходить второе испытание. Как слышно меня, хорошо? Дышится вам приятно? Легко? Тогда приступай. Вперед! Испытание в газодымной камере для белых началось. Время пошло, и у команды есть только пять минут. Участники занимают позиции. Теперь им предстоит разобраться с работой генераторов, а Игорю наладить процесс. По заданию я был начальником и регулировал действия моих подчиненных. Так, трути! У тебя желтый! Трути ты! У тебя красный! И ты, Лиза, зеленый! Вот вы вдвоем видите! Мы должны держать где-то вот в этом диапазоне стрелки. Саша, быстрее! Еще, еще, еще! Стоп! Лизе, Саше и Васе нужно вращать ручку генератора стабильно, с одной скоростью, которая обеспечит уровень давления, заданный цветом на барометрах. Если темп будет потерян, давление прыгнет выше или ниже нормы. Объяснять мне в основном приходилось только Александре, потому что она даже не видела этого пункта, и она, причем самая первая, поймала этот ритм. Саша, чуть медленнее. У меня не было видно шкалы, я ориентировалась на команды Игоря, и он хорошо как бы руководил. Я поняла свою задачу, я выполняла ее. Саша, стоп! Вася, Вася! Так, ты тоже крути, только не сильно. Лиза, стоп! Вася, сильнее, сильнее, сильнее! Саша, подкручивай еще! Вася, не так сильно! Лиза, стоп! Стоп! Подкручивай, подкручивай! Игорь следит за участниками и за барометрами. Взаимодействовать с каждым из ребят отдельно у Игоря получается неплохо, но любые попытки скоординировать действия всех троих одновременно разваливаются на глазах. К тому же затрудненная видимость и слышимость в газодымной камере усложняют коммуникацию. Там было проблематично говорить, и нужно было команду давать очень громко и четко. Чуть медленнее, чуть медленнее! Чуть медленнее, Саша! Ты чуть быстрее, Лиза! Так, чуть медленнее! Ты, Лиза, красный получается! Я выключен! Ты желтый? Желтый, это Саша! Кажется, белые запутались. Это совсем не кстати. С каждой секундой неразберихи дает надежда на хороший результат. Игорь заметно нервничает. Можно с чем нажимать на что-то? Тут ничего не нажимая. Вот, нет. Желтый, я не понимаю, нужно же держать где, там, в диапазоне они уже были. Подкручивай красный еще, Вася! Вася еще подкручивай. Ты красный, ты красный! Крути, красный! Все, все три горели только что, и что? А, еще по времени нужно, понял. Красный, здоровый! Зеленый, скорость! Пока Игорь суетливо пытается отладить работу коллег, время неумолимо подходит к концу. Включившийся световой сигнал означает, что осталась одна минута. Нужно собраться и действовать четко. Зеленый, скорость надо отрегулировать, пойми! Сильнее, Соби! Такое ощущение было, что у Лизы самая тяжелая была задача, она все не могла попасть в эту дистанцию, вот этого зеленого цвета. Нужно поймать, поймать скорость! Вот, чтобы она вот здесь держалась, в этом диапазоне, вот, 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 с такой скорости крути. Я не знаю, честно, у меня скакало туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я вроде как и держала на своей зеленой отметке, но не загоралась. Быстро не нужно, быстро не разгоняйся, у тебя самый чувствительный, видимо. Цель команды сделать так, чтобы все три генератора в течение нескольких секунд работали в нужном диапазоне. Вася поймал ритм, но смогут ли это сделать Саша и Лиза? Последние секунды на исходе. Все, не так. Им удалось. Все десять лампочек на контрольном стенде белых загорелись почти одновременно с сигналом об окончании времени. Но задание выполнено. Три секунды у нас уже оставалось, и мы успели. Я считаю, что я сегодня полностью выложилась. Я могла лучше. Это самый конец времени, мы успели поймать этот баланс всех стрелок. Все-таки выполнили задание. Много эмоций было после этого. Это вообще красавая. Да, зайдем. Мы вытяжи-то больше делаем. Очень сильно запомнилось испытание газодельной камеры. Очень яркие впечатления. Костюмы тяжелые, неудобные, но это было настолько интересно. Невероятно испытание. Ну что, я вас поздравляю. Вы закончили, правда, буквально на последних секундах. Молодцы. Как ощущения? Здорово. Здорово. Какие-то трудности были? Что-то, может быть, было непонятно поначалу? Самое сложное было у Лизы. У нее был, видимо, самочистительный вентиль. Вася и Саша сразу нашли свою скорость и удержались как раз в заданном интервале. Ну, я видел, Игорь, что как-то все-таки поначалу не получалось. Кто-то из вас, мне кажется, останавливался. Ну, не сразу догадался, что давление спадывает, что нужно постоянно поддерживать скорость одинаковую. На этом, на сегодняшний день для вас испытания закончены. Пока можете отдохнуть, мы ждем ваших соперников, посмотрим, как они справятся с этим заданием. Настя, Юля, вы подчиненные. Участникам пока неизвестно, в чем заключается функция руководителя в предстоящем задании. Но выбор сделан. Команда «Желтых» проходит инструктаж, облачается в защитные костюмы и входит в газодымную камеру. У Никиты есть пять минут, чтобы организовать слаженную работу команды. Хватит ли ему этого времени? Прикольно было зайти в комнату, там все в дыму, так, наверное, сиди с скафандрами. Как будто меня направили куда-то на ракете исследовать чужую планету. Попробую я покрутить. Быстрее крутим. Никита решает не запускать все генераторы сразу, а разбирается с механизмом постепенно. Первым разгоняет свой генератор Ян. Кажется, он никуда не торопится, как и в случае счета десятками. Да и Никита не особо спешит. Интересно было, как нужно было настроить, вентиль крутить, чтобы давление оставалось на определенном уровне. Давай быстрее. О, зеленая загорелась. Все, понял, с какой интенсивностью? Крути. Юля подключается к процессу руководства. Кажется, она просто не умеет не командовать. А может, ей движет желание помочь Никите. У меня есть конкурент, да, это Никита. И мы с ним немножко на равных. Мы с Юлей в каком-то деле, она хороша. Я могу положиться на нее в каком-то, я. Настя, у нее первая. У меня вторая, значит, да. Так, у меня все понятно. В этот раз неспешная тактика желтых приносит свои плоды. Шаг за шагом они разобрались с устройством работогенераторов и барометров. И вот, кажется, все трое поймали нужный ритм. Вот, вот, все двойники сверху. Давай, 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 давай. Пометли, Юля, пометли меня. Разобрались, я им помог, и все. Потом они уже все увидели и докрутились и сами. Все, все, все. Все, все. Не молчишь. Для команды желтых время остановлено. Потрясающе быстрый результат. Задание было не очень сложное. Мне было интересно. Очень интересно было пройти эту комнату. Мы более быстро хорошо справились. Нам понравилось, что команда работа хорошо прошла. Ну что, я вас поздравляю. Вы успешно справились с заданием. Как ощущения? Клявы. Необычнее было всего, что мы надели вроде скафандра, так скажем. То есть как вы там? Попали в задымленную камеру. Не вспотел никто, Никита? Я вспотел. Я вообще вспотел. Было жарко, да. Жарко. Воздух, где-нибудь. Да. Юля, когда ты выходила из газодымной камеры, мне показалось, что ты просто ступаешь впервые на землю. Так осторожно. Просто мне сапоги. Они мне больше, чем наполовину, по-моему, большие. Тем не менее, вы справились с этой. Я вас поздравляю. Спасибо. Это было последнее действительно испытание. Однако это не все на сегодняшний день, что мы должны с вами сделать. Немного позже мы с вами встретимся на совете.